Всем добрый день, меня зовут Артём Метелев. Я просто сначала поприветствую, ладно, прежде чем отвечать на вопросы. Видите, мой хороший товарищ, мы давно просто друг друга знаем, если честно, там еще с 13 или с 12 года, поэтому откликнулся. Сегодня прийти, хотелось бы так неформально, да? Мы же неформально, то есть просто пообщаться, ответить на какие-то вопросы. Вас просто пишут. Да, если у вас что-то будет, пожалуйста, спрашивайте. Отвечаю на твой вопрос. Да какой-нибудь год хотели, на самом деле, хотели сделать. Предлагали действительно президенту сделать год волонтерства и гражданская активность. Сначала просто год добровольчества, год волонтерства, понимая, что это может подстегнуть развитие волонтерского движения. Потом еще раз задали вопрос, потом еще раз. Но в итоге ждем, что возможно станет следующий год таким. То есть мы работаем над этим, стараемся убедить правительство и всех коллег, что важно поддерживать движение добровольческое, волонтерское, важно создавать благоприятные условия для его работы. И тема года, она может подстегнуть как-то комплексно. развитие вовлечит большое количество людей, различных организаций, всех, и СМИ, и власть, и бизнес, и всех абсолютно в тему волонтерства. Вот надеюсь, что предложение сообщества когда-то будет принято и год будет. Мы надеемся, что это будет следующий год. Отлично. Ну вот мы познакомились с Артемом несколько лет назад, и это был такой мониторинг. Мы в районе где-то юго-западной шли по улице и заходили там в жилой дом, в аптеку, в магазин. Там, кстати, была еще Ксения Разуваева с нами, то есть вот команда Артема. И они, насколько я помню, раньше назывались «в деле». И я когда звонил Артему, Ксюше, и говорил так, ну, шуткой, ну что, вы в деле? И они, кстати, всегда были в деле. Это не только как бы на уровне шутки, а как не посмотришь там в соцсетях, еще где-то. И действительно они в деле. И более того, вот, например, у нас были такие практические дела, тогда еще автоволонтеров не было. И вот я звонил Ксюше Разуваеву, говорю, Ксюша, ну, очень надо привезти коляску, ну, инвалидную коляску с одного места на другое место. Ну, потому что нам отдали там в организацию. Вот. И она чуть ли не сама эту коляску привозила. Ну, то есть вот действительно ребята были в деле, независимо от того, что они там еще там и учатся, и много всего, что происходит. Артем, и вот когда был мониторинг, если ты помнишь, твои ребята и ты тоже садились в коляску и уже пробовали, как это вот действительно чувствует себя в роли человека с инвалидностью. Скажи, пожалуйста, вот тут два вопроса. Если вот у тебя какие-то, ну, знаете, иногда говорят, ну, лучше не садиться, там, примета плохая, это первое. А второе, ну, действительно, что ты вот, ну, как бы чувствовал, помнишь ты то ощущение, ну, вот именно, когда ты сидишь в коляске и крутишь вот эти колеса. Ну, я не верю в приметы. Вот. Я фаталист, с одной стороны. Да, то есть считаю, что все в жизни не случайно, но и в приметы не верю. Стараюсь не верить, от нас все зависит, на самом деле. Абсолютно. Все чушь. Но, если говорить про эмоции, то, конечно, это жесть. Вот я могу сказать, что мне было очень тяжело. Не столько крутить физически, хотя я уставал, конечно, потому что я сначала был на простой коляске, а потом сел на «Мерседес», как ты его называл. Скутер, скутер. У нас еще скутера были. Ну, а ты называл его «Мерседес» среди колясок, то есть, да, вот. И я почувствовал, конечно, и там, и там, но тяжело не в этом, не физически было. Тяжело было, ну, морально, мне кажется. Ну, несознанные условия, мы это с тобой, то есть, для меня это было такое очень яркое впечатление, понимая, что не то, что там на уровне культуры у нас, да, отношение людей к людям с инвалидностью еще не до конца, не до конца является правильным, что ли, нормальным, да, но на уровне просто потребностей условия ужасные, были ужасные. Ну, вот, на том районе, где мы с тобой были, я, как-то, все это, ну, меня это задело просто очень сильно. Я там написал большой пост в ЖЖ, тогда еще в ЖЖ был популярный блог. Да, меня пробиарил, я помню. Или в журнал. Вот, вообще, в принципе, как-то, ну, я старался привлечь к этому внимание, и доступная среда, которая программа, конечно, реализуется, она же, по-моему, сейчас продлили ее, да, вот, слава тебе, Господи, потому что, ну, дел полно в стране, важнее, мне кажется, не просто, там, документы, доступная среда, а важен контроль за исполнением, да, вот, мне кажется, можно сделать какой угодно пандус или, там, подъемник, но если он будет, ну, неадекватен, да, там, для человека, если он будет просто неудобный, и им никто не будет пользоваться, люди отчитаются на бумажке, что он оборудован и адаптирован для людей с инвалидностью, то это еще хуже, чем если бы его вообще не было, еще хуже. Это показывает просто, ну, наплевать, сказать, отношения людей. Вот поэтому, была бы моя воля, я бы, конечно, вводил какие-то штрафы, я не знаю, там, хотя, может, они и есть штрафы или какие-то, ну, должностные, должностные ограничения для людей, которые подписывают, подписывают вот эти. Сейчас, благо, есть разные общественные наблюдатели, общественный, ну, общественный контроль за объектами инфраструктуры, и я просто не знаю, вот сейчас, ну, работа такая однозначно ведется, там, с Российским обществом инвалидом, да, там, я знаю, там, Терентьев проводит, там, еще разные организации, но вот если отдельно направить внимание на повышение уровня ответственности государственных служащих, которые подписывают бумажки о сдаче объекта в эксплуатацию, направить вот туда сейчас максимальное внимание общественности на то, чтобы пару прилюдно каких-то, да, показательных примеров привести, это, может быть, как-то, не знаю, там, отношение бы изменило, но работы очень много вообще и у страны, и у государства, и у людей, и у общества в целом. Ты об этом постоянно говоришь на всех мероприятиях, и мы стараемся, собственно говоря, тебя привлекать, да, на эти форумы, и вас всех приглашаем, собственно говоря, на все форумы, которые проводят, и мероприятия, проекты, которые проводят наши организации, наши партнеры, федеральные агентства по делам молодежи, там, Роспатриотцентр, собственно говоря, с темой для социализации, вот, если будет людей с инвалидностью в простых мероприятиях, не нужно делать никакие отдельные мероприятия, это, ну, это неправильно, да, какие-то отдельные форумы, интегрируя, собственно говоря, в простые обычные какие-то проекты, мероприятия, которые проходят людей с инвалидностью, мы, собственно говоря, и формируем правильно, нормальные отношения. И вот работы здесь еще очень много. Я не знаю, что должно произойти, как бы, не знаю, нужно на высшем уровне это внимание постоянно уделять, уделять, уделять. Но вот все же не случайно, ты, насколько я знаю, сейчас стал членом общественной палаты, правильно? И сейчас поясню для эфира, ну, для тех, кто здесь присутствует, все объекты, которые делаются в последнее время, они делают уже доступные для людей с инвалидностью, все торговые комплексы, но не все так просто. Вот, например, сейчас вот в городе Москве очень проблемно это Московская кольцевая дорога. Она тоже сделана буквально недавно, уже когда должно быть там и лифты, и бандусы, и там подъемники, но, к сожалению, практически все станции недоступны. Поэтому тут, ну, некая такая даже и просьба для Артема и для тех, кто нас смотрит, кто сидит здесь. Ну, мы сейчас на базе Народного фронта планируем уже несколько рейдов там провести, СМИ подключить, устроить переговорные площадки, ну, потому что новые станции еще будут запускать на этой кольцевой дороге. И, ну, то есть там реально какой-то беспредел, и вот надо как-то... Ну, если бы конкретно раз затронул, там вообще нет условий или условий, которые не адаптированы? Точнее, они фейковые. Смотря какая станция, да. Вроде как подъемник есть, но он не работает. И тут история-то какая, что иногда есть там 7 ступенек, и там подъемник-то и не нужен. Там нужен пандус, ну, потому что на подъемнике там, например, 3 человека на коляске, они будут там 15 минут подниматься. А если будет стоять пандус, то и 3 человека на коляске за минуту проедут, и бабушка с тележечкой проедет, и мама с коляской проедет, и всем будет удобно. История-то какая, к чему мы всех призываем? К универсальному дизайну, чтобы было удобно для всех. Но, к сожалению, хотим-то мы хорошо, чтобы было, а получается не всегда, не всегда хорошо. Ну, ты говоришь, что надо. Я с июня только член общественной палаты. Ну вот, мы тебе в июне и позвоним. До июня я готов, что есть силы какие-то, если нужно написать, прокричать, сказать. Ну, вот у нас уже есть поддержка не только со стороны Артема, а вообще, в принципе, глобальная. Мы же, знаете, есть сторона там добра, есть сторона зла. Мы-то все равно на стороне добра, поэтому все будет за стороны или поздно. Хорошо, но, опять же, мы все время это говорим, и это очевидно, что как только люди с инвалидностью начнут пользоваться этой доступной средой, только тогда это все заработает. Они, к сожалению, пока еще не пользуются. А почему не пользуются? Потому что там застенчивые, боятся. И одна из моих мечт и мечта моих друзей – это как раз люди, добрые волонтеры, которые вместе с инвалидами, ну, едут куда-то там в вуз, в библиотеку, в аптеку, неважно куда. И как раз эта доступная среда и начнет работать. Ну, хорошо, эта тема такая долгая и долгая-долгая. Скажи, пожалуйста, Артем, а вот наверняка были еще проекты, в которых ты участвовал, связанные с инвалидной тематикой. Вот поделись, пожалуйста, в каких проектах, может быть, ты участвовал, ну, кроме того, где мы с тобой мониторили, и где вот ты лично принимал участие? Ну, у нас есть, я сам возглавляю некоммерческую организацию, она называется Ассоциация волонтерских центров. Мы объединяем 116 волонтерских организаций по стране, они все разные. Это вузы, например, РГСУ, члены ассоциации, или фонды, или какие-то ресурсные центры, типа там, Мосволонтеры, да, там, в Москве или в других регионах. И одной из них является Самарский инклюзивный клуб добровольцев. Есть такая тоже организация, тут коллега тоже по линии фронта. Леша Трансов. И мы, собственно говоря, его сопровождаем уже довольно длительное время, уже почти два года. У нас есть такой проект, команда 12. Когда мы понимаем, что в доме, что нужно, ну, когда проектные стратегию определенную формировали, мы понимали, что нужно формировать образ некий, образ волонтера. Есть определенные стереотипы, кто такие добровольцы. Люди, которые там на событийных мероприятиях, например, тусуются, да, или те, которые работают только с детьми. Ну, в самые популярные сферы просто взяли, да. То есть стереотип такой есть, это факт. А на самом деле волонтерство — это же везде. Это всепроникающий феномен. Экология, культура, здравоохранение, социальная защита. Вся социальная сфера вообще, в принципе. Прозвание, поиск людей, туризм. Вообще все, что угодно. Везде есть, в той или иной сфере, в той или иной отрасли есть волонтеры. Но об этом мало кто знает. И поэтому люди не идут в волонтерство, думая, что это что-то стереотипное такое. Это что-то там, где-то можно кому-то очень долго помогать в сложных усилиях, в сложных ситуациях. Лилия — это спорт, тусовка. На самом деле нет. И мы начали искать уникальные проекты, практики, которые могли бы этот образ поменять, которые могли бы что-то внести дополнительное, уникальное, которое могли бы сказать, что нет, смотрите, есть еще разные другие направления волонтерской, добровольческой деятельности. Это первое. А второе, нам хотелось бы найти людей, на которых, не то чтобы равняться можно было другим, но просто нужны определенные какие-то персонажи, на которых смотришь и мотивируешь себя, вдохновляешься. И вот мы постараемся таких находить. И один из них, собственно говоря, стал Леша, парень из Самары. Он как-то раз играл в «Ночной дозор», есть такая игра, когда по городу проходишь квесты всякие, там разные загадки, там находишь. И он как-то неудачно один раз играл, там и соприкоснувшись с током, в общем, этими столбами, там потерял две руки, вот, стал инвалидом. И тогда ему очень сильно помогли волонтеры. Доброго, как он рассказывал мне, что очень тяжелое было время. Он тогда, который оканчивал, по-моему, университет, любовь, там все было прекрасно, все хорошо. И такой удар, как бы, в жизни. И очень много, совершенно случайно, людей, то есть которых он особо-то и не знал практически, но которые считали нужным и важным потратить свое время и себя самого на помощь этому человеку в тот момент, мне очень оставили большой отпечаток в его таком сознании, в душе. И он решил посвятить всю свою жизнь вообще волонтерству после этого. Хотя учился, он работал на физико-техническом образовании, он вообще не планировал этим заниматься, как он и говорил. А сейчас инклюзивный клуб добровольцев, он объединяет людей, ну, примерно то же самое, что делаете и вы, да, то есть вы объединяете людей с инвалидностью, увлекаете их добровольчество, увлекает их волонтерство, разные практики полезные, тем самым быстрее их социализируя, да, там, интегрируя в общество. Баллы, танцевальные баллы, там, у них они проходят, танцуют вместе, рисуют, шьют, читают, путешествуют, проводят квесты городские, учатся, на Иволге, это же был тоже на Иволге, по-моему, нет, не был. На форуме тоже город целый сделали для людей с инвалидностью. Мы ему помогаем, вот два года, буквально сегодня, кстати говоря, вот серьезно говоря, сегодня мы подписали письмо, у него проблема такая, у него нет офиса. У вас тут целый, я так посмотрел, ресурсный центр в РГСУ есть. Ну, мы же знаем, с кем дружить-то. А он, а он, может, и знает, и не знает, но, в общем, у них нету таких возможностей, и, собственно говоря, у него, он там арендует сейчас помещение, и мы сейчас бьемся за то, чтобы мы дали безвозмездное пользование. Мы сегодня писали там письмо, одно на ЦМРской области, там депутата Госдумы с просьбой посодействовать там. Мы предварительно переговорили с ним. Привет. Вот. Ну, то есть, как бы, вот, стараемся помогать. Я сейчас больше, понимаешь, моя профессия, работа, она связана больше с уже организацией добровольческой, добровольческой деятельности, и я стараюсь время тратить так как-то, знаешь, зонтично, то есть, максимально помогая большему числу людей других. То есть, если есть возможность через себя помочь целой организации или сообществу, то, мне кажется, будет более эффективно. Вот, поэтому стараемся находить такие проекты интересные, уникальные практики. Есть Ольга Лоева, тоже, по-моему, ты можешь... Конечно, мы дружим, дружим. Вот, мы с ним познакомились на форуме «Территория смыслов» тоже. Девушка прекрасная. Стараемся помочь. Вот, недавно обращались, запустили портал «Дизлайф». Какие-то ребята, коллеги. Не знаю, я с ними их не знал. Вопросили помочь, мы сказали, давайте мы вам поможем, распространяем сейчас информацию об этом с ресурси, там, среди своих там, лантерских организаций и прочее. Ну, то есть, если есть возможность помочь, мы помогаем. Тут очень важна адресная помощь, и спасибо тебе очередной раз, Артем. Я благодаря Артему попал на форум «Бируса» в Красноярске. То есть, я мечтал там побывать, и он просто, знаете, когда человек, ну, что-то у него есть, ему легко поделиться. Он меня подружил с кем надо, ну, рассказал, что, ну, мы действительно хорошее дело делаем. И мы этот форум, там, такую инклюзивную площадку устроили в течение недели, пока там находились, что больше 50 человек имело практически контакт по, ну, вот как помогать человеку с инвалидностью. Потому что там на поляне все это устроено, форум «Бируса», и там вот эти перепады, то вверх, то вниз. И люди, меня конкретно, добрые эти добровольцы, помощники, милиционеры, какие-то спасатели, они меня все время таскали, возили, переносили, что только не было. Самое экстремальное было, когда меня транспортировали полицейские четверо. У меня я на маленькой коляске был, двое спереди, двое сзади. Что-то натворил там, наверное? Нет, мы возвращались поздно, они говорят, что-то надо в остальное, но побыстрее. Четверо несли, а пятый еще там что-то кричал, давайте быстрее. Ну, типа, вы что? Ну, как-то хорошо было. Вот. Друзья мои, наверняка у вас есть какие-то вопросы к Артему? У меня есть вопрос. Артем, можно на ты, да? Скажи, пожалуйста, ну, если не серьезно, сколько тебе лет? Мне 23. 23. Ты знаешь, вот я смотрю на тебя, ну, внутренне, как составляю с твоими ровесниками, которые составляют сейчас, к сожалению, ну, чуть ли не большинство вот такого вот апатичной, флегматичной, да, молодежи, которая засиживается в интернете, я чувствую, что ты человек фактически уже сложившийся, то есть и как мужчина, и как личность, и как лидер, ну и так далее. Скажи, пожалуйста, вот ты озвучил два очень важных слова. Это пример и образ. Для тебя лично, в твоей личной жизненной истории, кто был примером, кто помог тебе сформироваться, кто дал тебе вот этот образ такого именно честного и открытого мужчины-созидателя? Ну, во-первых, у меня очень порядочная семья. И не только там родители, еще и бабушка, и дедушка. Двое. Две бабушки, и двое дедушек. Вот. Поэтому многие принципы какие-то я, наверное, впитал еще с детства. Потрясающее. У них воспитание, собственно говоря, бабушка была директором школы. С учителя начинал. Дедушка прошел путь со строителя до замминистра Советского ВСФСР, точнее еще, комитета. То есть прошли через все, практически через. Они не с Москвы все. Никто в Москве не рождался. Поэтому, наверное, какие-то принципы я у них в детстве подпитал. Но в целом, я думаю, здесь формирует, знаете, обстановка, которая вокруг окружения. Ну, вообще окружение создает человека. Есть там, да, пословица, там, скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Или там, если вспомнить пять друзей своих, пять ближайших людей, с которыми мы общаемся. Вся среднеарифметическая — это мы. Это наши привычки, повадки, характер, мысли. Вот. И, соответственно, те темы, в которые мы себя вовлекаем сами, ну, что читаем, что играем. Ну, я там в детстве играл, например, в компьютерные игры там. Но старался играть в них не... Знаете, есть тоже разные компьютерные игры. Есть компьютерные игры, скажем, там, Warcraft. Ну, тогда у меня был популярный еще. А есть компьютерные игры, там, общественные какие-то политические, познавательные. Ну, то есть, да, разные. Смотрел, смотрел, что играешь. Вот я старался вовлекать просто себя в разные такие познавательные процессы, впитывать. И определенные сложности, с которыми я испытывал, в частности, там, жилищные, например. Я переехал в Москву, я из другого города. Ну, я в Дельнограде, это, в принципе, не так далеко. Ну, Москва считается, но, ой, ужас, ездить на электричке каждое утро, это было, конечно, жутко. Поэтому жил в общежитии, значит, сейчас студенческие годы. А это такой челлендж, опыт хороший. Катарканы бегают, знаете, там, ну, такое не очень комфортное жилье, скажу прямо, как бы. Было в моем университете, и меня это заставляло просто быстрее двигаться. Просто надо быстро двигаться и максимально впитывать эту жизнь, если хочется. То есть я приходил, смотрел, а там почти не находился, ночевал, потому что я очень много работаю. И, собственно говоря, когда смотришь ты на все это вокруг, понимаешь, что нет, надо двигаться быстрее, больше, узнавать больше людей. Каждое новое знакомство — это целая эра возможностей вообще, да? Там каждый новый человек, за ним бесконечное количество потенциальных контактов, потенциальных каких-то других возможностей, других ресурсов, других случаев, ситуаций, которые фига узнают, куда вообще выведут. Но однозначно, если ты закладываешь позитив, то к позитиву, да? Поэтому вот я думаю, что-то такое собирательное. Это какой-то нет конкретного, вот я не могу вам сказать, фамилию человека — это что-то собирательное. Вот, мечтал много, много мечтал. Надо мечтать вообще, вот я хочу всем пожелать. Надо мечтать — это очень важно, это основа, мне кажется, успеха любого. Поделишься какими-то своими мечтами на ближайшее время? Ну, мечтами не делятся, если честно. Там, целями только есть. Ну, это все-таки такое немножко сокровенное, но хочется топить за справедливость. Это очень тяжело. Мы все понимаем, что мир несправедлив, он по сути своей, да, как бы. Но хоть если никто не будет этого делать, будет тяжеловато. И сейчас, мне кажется, тренд на правду. Ну, то есть наша страна, ей, получается, 25 лет в современной России. И мы там разные этапы, соответственно, да, видите. И вот, мне кажется, сейчас развитие гражданского общества, развитие России перешло на этап тренда на честность, на правду, на искренность на какую-то, на конкретику хватит. То есть уже достаточно мечтаний, надо переходить, собственно говоря, к правде. Люди, и мы все, и каждый из нас хочет абсолютно честного к себе отношения. И вот эта честность, она в тренде. А добровольчество и волонтерство, вообще любая такая деятельность бескорыстная, она, мне кажется, про это. Вот, поэтому моя цель и одновременно мечта, собственно говоря, чтобы это было больше, чтобы это было вообще нормой. Да, то есть есть определенные процессы, которых не избежать. Капитализм, там, глобализация и так далее, да. Но должны быть внутренние, стержневые процессы, которые наше гражданское общество могут, собственно говоря, формировать, делать качественно, делать качественно, чтобы вот было больше ситуаций, когда какой-то ВУЗ дает организации инвалидов, ресурсный центр, например, да? Безвозмездно же вам дают. Конечно. У нас партнерские отношения. Ну вот, да, то есть... У нас же, как пазл, несколько организаций, которые делают вот общее дело. То есть пример развития гражданского общества, да, вот когда Наталья Починок, которая, собственно говоря, тоже... Мне кажется, у нее принципы похожие. Дают возможность, да, многим орган... Ну, не только вам, а многим организациям пользоваться там инфраструктурой. Хотя могла бы там и не делаться не безвозмездно, скажем. Но это ее принцип. И вот таких надо больше вещей, ситуаций. Поэтому это такая одна из мечтаний, я думаю, так. Чтобы было много детей, чтобы мы вышли за уровень 2 и 1. Это количество детей, которые рождаются по статистике сейчас в России. Хотя бы до уровня 3. То есть 3 ребенка рождают. Иначе наша нация погибнет. У нас самый быстро вымирающий язык в мире. Русский язык это один из самых быстро вымирающих, к сожалению. Ну, люди переходят просто на английский. Очень многие ассимилируются с культурами. Очень много уезжают в другие страны. И они ассимилируются. Мы понимаем все эти процессы культурные. Поэтому, если мы хотим сохранить самобытность, сохранить цивилизацию, а русский, на мой взгляд, это одна из цивилизаций, то надо постараться и увеличивать демографию. Ну, и язык чувствовать. Ты абсолютно прав. Отлично. Александр? Часть вопросов уже, ответов на вопросы, которые я хотел задать, уже услышал. Но ты сказал, что буквально летом ты будешь принимать участие в работе общественной палаты, да? Я уже давно принимаю, на самом деле. Просто сейчас формально. Да. Вот все-таки появляются новые возможности, правильно? Для реализации таких важных идей, процессов. И вот что ты планируешь такого нового, может быть, интересного сделать, используя вот эти новые возможности? Я только начал об этом думать. Ну, в общем, да, действительно, на самом деле, в нашей стране так устроена наша ментальность, что чем круче должность звучит, тем лучше отношения людей. Хотя это на самом деле ненормально. Но вот эта формальная привязка общественной палаты, наверное, добавит каких-то возможностей. Наверное. Но я точно буду продолжать заниматься то, чем я сейчас занимаюсь. И занимаюсь, собственно говоря, последние уже много лет вообще общественной деятельности. Я девятый год со школы. И если говорить так глобально, то, наверное, задача моя, это чтобы... Ну, сейчас какая трудность, если говорить про волонтерство? Ну, понятно, что я буду заниматься развитием благотворительности, добровольчества, филантропии, меценатства. Ну, вот в общем, вот этой темы. Я не пойду уже к АК, там еще, мне неинтересно. Соответственно, если говорить вот про это, то какая есть трудность? Их несколько. Первое. На уровне восприятия. В большинстве барьеров, проблем, которые возникают в ходе деятельности в многих благотворительных, волонтерских, общественных организациях, они находятся на уровне восприятия, на плоскости взаимоотношений. Не на уровне того, что нет закона, инфраструктуры, просто хамство людей или непонимание, или нежелание разобраться, или, опять-таки, стереотипы, или дезинформация, дезинформация, что-то такое, оно не дает возможности многим работать. Вот задача, собственно говоря, победить это неправильное восприятие, отношение к волонтерам. А к ним относятся, сейчас уже становится потихонечку по-другому, но это большой путь был проделан, а еще больше впереди. То есть, если раньше, ну, вообще, добровольство, на самом деле, было всегда в истории нашей страны, это вообще, мне кажется, на уровне нашего культурного кода. Это внутренняя потребность просто помогать. Но если говорить про современную Россию, то к ним относились как к сумасшедшим. Ну, какие волонтеры. И сумасшедшие. У них очень много времени, что-то там занимаются, надо их нагрузить чем-то и как бы отправить куда-то. Ну, во многих регионах относятся так. Вот я вам говорю, я проехал 42 субъекта в нашей стране, довольно много, полстраны. И с разными людьми пообщался. И вот недавно мы встречались в Краснодаре, в Анапе. И там, значит, девушка из Волгограда говорит, что у нее волонтеры иногда работают пятой точкой. Я спрашиваю, а что это такое? Она говорит, ну, знаете, вот у нас есть один чиновник, не буду говорить просто и он присылает нам письмо, а она в волонтерский центр возглавляет. Но государственный, типа вот как у нас в Мосволонтере, подведомственное учреждение. И она говорит, вот он присылает нам письмо и говорит, нам не нужно там 15 волонтеров. Ну, люди приходят, он говорит, ну, вы, значит, садитесь на первый ряд, сейчас, через час мероприятие начнется, почетные гости придут, вы встанете, уйдете, освободите им места. Вот их функция на мероприятии. Посидеть, чтобы не заняли места для уважаемого там вице-губернатора или кого-то, да, то есть, ну, это позор, это жесть. И такое сплошь и рядом. Мебель перетаскать, еще что-то там доделать. Это надо менять, ломать, потому что ломать надо, понимаете, отношение к гражданским активистам, к уонтерам со стороны органов власти государственного сектора. И мы это будем делать. Мы сейчас разработали в соответствии с поручением президента, который дал ему в декабре прошлого года план мероприятий по развитию волонтерского движения. И вчера его внесли в правительство от лица общественной палаты. Он содержит 35 позиций. Там большая работа, в том числе обучение представителей государственного сектора, госслужащих, сотрудников госучреждений. Тотальный всеобуч, так называемый, ликбез. Мы будем это встраивать в курсы повышения квалификации, обучать в университетах тех, кто только будет выходить на эти специальности, технологиям работы с добровольцами, с волонтерами, вообще с некоммерческими организациями. Это первая проблема на уровне восприятия. Она глобальная. Ее нужно потратить лет 5-7, чтобы ее победить. А вторая проблема, она заключается в том, что для людей это что-то очень далекое. вообще помогать. Ну, то есть, если бы вот, представим, что я сейчас сижу у себя в квартире дома, я среднестатистический россиянин, если бы я мог помочь вот прямо вот здесь, сидя, не вставая, я бы помог. Мне надо куда-то идти, а если еще неизвестно, куда надо идти, и кому идти, надо сначала найти, а это тоже проблема, кому помочь, как, а вдруг они еще не ответят, все желание помочь пропало. Понимаете? То есть, это вторая проблема. Очень большой путь нужно проделать человеку между желанием оказать какую-то помощь, в чем-то поучаствовать полезно, и непосредственно реализации. Вот это дистанцию надо сокращать. И ее надо сокращать за счет в том числе появления единых каких-то коммуникационных возможностей, общения, вовлечения, с помощью позиционирования и продвижения организации. их нет. Многих просто, то есть, ну, сейчас как, если они в интернете, они существуют. Если сильные, активные, молодые инвалиды не пиарили, ну, так скажу, таким словом, не продвигали бы, не рассказывали бы, если говорить по простому, о своей деятельности, было бы очень тяжело. Не было бы притока людей, потенциальных партнеров, можно было бы организацию закрывать, то есть, ну, там, или как ячейка, была бы такая железная связь, но не было бы развития. Это неизбежность современного мира. И нам важно, нам важно, собственно говоря, создать максимально комфортные условия для того, чтобы любой фонд, организация, волонтерская, общественная могла быстро, эффективно о себе рассказать и вовлечь человека, чтобы время между тем, чтобы помочь и реализации было максимально сокращено. Вот это с помощью различных платформ, порталов, с помощью облегчения работы государственных органов власти. И что нереально просто дозвониться. Знаете, что Министерство труда и соцзащиты, это же ключевое министерство. Нет телефона на сайте. Там было просто нет. Знаете, то есть, ну, мы не знаем, хорошо, что там работают, хотя, если нас тут смотрят, сейчас подумают, что я ругаю министерство, на самом деле, министерство хорошее, и у нас там партнеры работают, помогают нам всегда. Но, вот такая, это ладно, у меня есть просто мобильники, а вот людей же нету, это как вообще, то есть, это надо менять, надо менять, чтобы было проще. Вот, кстати, второй вопрос, который я хотел тебе задать. между государственный аппарат, это все очень нужно, потому что такая коммуникация, такая система. Но вот это пространство между госаппаратами, чиновниками до нас, оно неимоверно огромное, это расстояние. И вот, как ты думаешь, как можно будет вот это расстояние, все равно надо уменьшать, все равно надо добиваться того, чтобы взаимодействие и органов власти с гражданами было эффективным, и чтобы граждане тоже могли просто эффективно достучаться до органов власти и управления. Посмотрите, во-первых, я вот буквально позавчера, мы общались, у меня есть мой коллега, товарищ, Константин Абрамов, он возглавляет в ЦОУ, в Российский Центр Изучения Общественного Мнения. И мы общались с ним на разные темы, и одна из них была, слышал вопрос, коммуникация между органами власти и людьми, и проблемы, связанные с этим. В чем проблема у нас? Я уже об этом говорил, уровень восприятия, знаете почему? Потому что контакт происходит, контакт между человеком и председателем органом власти. Нужно эту дистанцию убирать, чтобы человек, гражданин, не общался с органами власти вот так, как мы. Все электронно. Электронно все должно быть. Это не будет хамства. И выбрать на контроль. У нас, благо, есть статья, приняли закон 59, что органы власти обязаны. 59? На обращение граждан, ответь в течение 30 дней. Иначе, тикер башка. Появились сейчас платформы разные. Одна из них, ее мой друг, значит, создал iGradionin.ru. Знаете, какая у него проблема? Он в Коломне живет, у него дом, частный, в Коломне. Там не было дороги. Там не было дороги. И он, значит, обратился, приходит, он говорит, слушай, давайте дорогу сделаем, у меня дороги, я не могу проехать от собственного дома. И они говорят, чувак, нет, ну не будет здесь дороги никогда, потому что там денег нет, времени нет, у нас другие приоритеты, еще что-то, еще что-то, еще что-то. он пошел там к главе муниципальному вот этому образованию. Тут то же самое ему говорит, тот говорит, спорим, я сделаю дорогу. Он такой, и этот глава говорит, да спорим, типа, на коробку коньяка, на коробку коньяка. Окей. В итоге он, начал пробивать, выяснилось, что дороги вообще не существует, то есть ее нет уже там в реестрах, там, ну вот эти, ее нет. Он сначала это внес. Через письма, Росавтодор, там, да, он ее туда внес. И потом добился, на основании, то есть он писал, так вот, выше, 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 и просто завалил. То есть он использовал законный механизм общения с органами власти, но электронно, он никому не ездит, он не нужен, нет времен. У него и дороги не было, чтобы есть. Ну да. И он их завалил письмами, и в итоге дорога у него есть, и коньяк он выиграл. То есть, и он после этого создал, он говорит, если у меня получилось, то есть просто реальная история, мой хороший товарищ, Андрей Давидович. И он говорит, если у меня получилось, то почему такую же возможность не дать другим? И он создал платформу, iGradio.ru. Там любой человек, вот вам что-то не нравится, там, не знаю, там, не дают что-то, обидели, пандус плохой, еще что-то. На сайт фотка отправили. Эта платформа автоматически определяет, кому должно уйти это письмо, исходя из того, что там написано, ну или сами свяжутся к консультанту, точнее, и перенаправляет его в тот орган власти, в то государственное учреждение, которое должно его рассмотреть. Если там отписка, они сказали, о, вы знаете, все в порядке, то выше, наночасть, выше, выше. Так будет бесконечно, пока власть не изменит эту проблему. Вот примерная платформа. И нужно сокращать эту дистанцию. Нужно, чтобы мы общались, используя современные технологии и решали наши проблемы в один клик. Это первое. Это просто такое решение, оно не легкое, но оно на поверхности лежит. А вообще культуру, конечно, формировать. И вовлекать. Мне кажется, нам надо, чтобы, вот Виктор правильно делает, когда он вовлекает потенциальных партнеров, других, вашу деятельность, чтобы показать, собственно говоря, ну, так сказать, в шкуре побывать, да, вот я так же поехал на этот мониторинг. Вот надо вовлекать органы власти. Вот, я прошу прощения, Бричал, сейчас стал губернатором Удмуртской республики. Вот сегодня он выступал у нас в общественной палате, там, у них. Я, кстати, из Удмуртской республики, ну, когда-то я там жил. Я там был две недели назад, тоже, кстати, в Лыжевске. Мы открывали волонтерский центр. Вашей республике повезло с губернатором. Да. И вот я там мониторил Фейсбуке, он там вчера что-то собрал этих строителей, застройщиков, дом какой-то построили, который там разваливается, полный трэш. И он говорит, ну, все, я вас туда заселяю. То есть, ну, вот такими механизмами нужно. Понимаешь, если вы что-то делаете, что-то отвечаете за какую-то сферу, ну, так попробуйте. Если ты варишь кашу, съешь эту кашу, там, да, ну, и так далее, и так далее. Буквально еще одно слово. Когда мы обсуждали вот первую часть вопроса о том, как сделать, как убрать это расстояние между гражданами и органами власти, и ты сказал о электронном общении, я сразу подумал, блин, а как же бабушки? И потом вот решение сразу пришло. У нас же очень много было вложено средств в строительство и функционирование МФЦ. Прекрасно, если бабушка не владеет компьютером, приходит в МФЦ. И главное, сделать эту услугу для пенсионеров хотя бы бесплатной. Потому что многие услуги МФЦ платные. Нет, я вам так скажу, лет через пять это будет норма. Здорово. То есть я просто знаю сейчас 10 регионов, примерно 10, где это вообще, то есть все, это уже на уровне привычки. Привычки. Ну и в Москве у нас тоже, у нас же есть мост.ру, у нас такая же альтернатива. Ракова делала в свое время, ВИЦ Мэр. Она запускала я портал, где можно, там же тоже можно сфоткать там, плитка, еще что-то, да, уйдет. Я не знаю там, я сам сейчас пока не пользовался этим, но я знаю, что такое есть. Я знаю, вот примерно 10 регионов, появляются другие, похожие. Я слышу с разных сторон, там что, да президент, кстати, два дня назад же дал поручение, вот президент дал поручение два дня назад, значит, администрации президента взять на контроль все обращения граждан в стране, все. Ну здорово. Вообще не знаю, как это сделать они, но типа вот каждое обращение граждан должно там ставить на контроль там что-то администрации президента и там вот каждое, ну то есть это понятно, что просто мы еще не думали над этой проблемой, как это сделать, но так и получается, что если человек не может в два хода решить свою проблему и у него есть желание решать, то все равно инстанция, письмо в аппарат президента или вот в эти административные службы, он все равно это сделает, поэтому все логично и... Да, Виктория, говори. По поводу обращений граждан. потому что есть некоторые граждане, которым, наверное, скучно жить, можно так сказать. И они пишут обращения просто потому, что им смешедшие. Скучно. Какое-то прямое линение, Артем. Прямо, ну, как бы, я поражаюсь. Ну, ладно. Здорово. Здорово. Спасибо. Есть такие. Да, есть такие. Смешедшие. А я бы сказала, что людям просто, наверное, скучно жить или нечем заняться. Ну, такое повсеместно, конечно. А я просто примеры жизни приведу. Я раньше работал государственным не госслужащим был, но подъеде Росмолодежи. И нам такие пишут. Писали. Одна из них просто пример. Это затратительно. Вот такими нельзя быть никогда. Люди написали какое-то письмо. Ну, это просто там ахинея. То есть нереально понять просто. Просто из письма невозможно понять, что хочет человек. Да? Ну, есть такие. Окей. Хорошо. Написали. Моим ответ. Но после этого пошла буквально травля учреждения. Понимаете? То есть под псевдонимами, то есть выдуманные, абсолютно выдуманные, несуществующие фамилии, имена и отчества людей с одинаковым текстом письма. А по закону можно, если с одной фамилии два раза посылать одно письмо, можно закрыть. Ну, если человек, как вы говорите, балуется, можно с ними общаться. То есть они выдумывают фамилию, письмо одно и то же, и там просто по всем фронтам, сначала на главу русского молодежи, на министра образования, на президента, на премьера, всем отдельно тот же текст, адресованный вот в это учреждение. Мы написали ответы, и нам с почты России, нам по почте нужно отправить, приходили опосы, то есть никто их даже не забирает. В одно окно, то есть в один адрес отправляют письма. Такими быть нельзя, да. Ну, я это к тому, что если вот такие могут писать напрямую в президенту, то, наверное, там будет не очень хорошо. Да нет, не надо писать напрямую в президенту, я же про другое говорю. То есть, если не работает у вас фонарь, в этом виноват не Владимир Владимирович. В этом виноват конкретный жилищник, как они там сейчас называются, да, вот эти, кто, в общем, кто отвечает вас за благоустройство, понимаете, на районе. Это понятно. И нужно приходить к ним и писать на его имя. А если обращение касается не то, что кто подымен виноват, а потому, что человеку так захотелось и ему мешают. че-эээс. Ну ладно, это все отрегулируется. Да, конечно. Если обращение не по существу, да, и человеку хочется пообщаться, вот есть же волонтеры, которые могут прийти к этому человеку и общаться с ним. неправильная позиция в виде видимо волонтеры психиатры какие-то неправильная позиция вот вы сейчас становитесь частью людей которые неправильно относится волонтеры мы их не берем вот так вот из кармана понимаете которые извините вам скучно сейчас одну секундочку возьмите они поговорят с хочу просто вернуться к теме да у нас называется школа доброй воли да есть объединились люди вопрос какой вот для меня была например шокирующей информации хотя я тоже занимаюсь некоммерческой организации но я не знал например что у нас почти каждый десятый человек стране инвалид там той или иной степени да и у вас в том числе на сайте ассоциация волонтерских центров один одним из приоритетов объявлено именно социальное волонтерство вот у меня вопрос вы что понимаете под этим социальным волонтерством потому что термин сейчас его стали везде внедрять ну как бы вот четких определений я пока не видел и понять все таки ну мы понимаем что есть государственные задачи до сочи сейчас международный фестиваль всемирный чемпионат мира и так далее понятно что молодежь сегодня которые находятся под определенным но информационным взаимодействием все-таки молодежь направлена больше на такое ну культурно досуговое скажем так времяпрепровождение и поэтому я я сам свое время был в вузе я был председателем студенческого совета одного из крупных вас как зовут-то андрей андрей вот и очень тяжело даже мне в свое время было наших студентов добровольцев на какое-то полезное дело да вот когда надо было идти на телевидение там или польсовольство ехать или на дискотеку выстраивались толпы да вот а когда надо было ехать там на разъезду басекова 28 героев панфилоса мы набирали человек 15 20 там в автобус это их вылавливали просто чтобы надо было в автобус посадить и повезти я уже не говорю о конкретной помощи вопрос следующий вот есть направление социальное волонтерство все-таки хотелось бы понять мы какие-то приоритеты ну со стороны вот общественных организаций которые ответственны за волонтерство будем выстраивать плане помощи людям с ограниченными физическими возможностями там нуждающимся да понятно что есть государственная политика но все-таки этот вопрос он постоянно поднимается да вы сейчас там движение волонтеров медиков вот и то есть я о чем говорю волонтерство то есть направление волонтерства которые имеют все таки социально полезную функцию конкретного приложения вот человеку да хорошо спасибо запрос смотрите в свое время просто постарались волонтерство что определенным образом группировать и таким образом выделив какие-то приоритетные направления это такой на мой взгляд вообще саморегулируемый все проникающий феномен который есть везде но для удобства восприятия этого феномена постарались его как-то классифицировать то есть событийное волонтерство это вот то что вы сказали разного рода так быть массы и спорт или события городского характера это культурно-волонтерство посетительское медицинское это волонтерство из охраны социального отверстия экологическая он чувствует чрезвычайной ситуация тогда это не значит что вот 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 это и все но как-то пункт чтобы было удобнее мы это сделали что такое социальное волонтерство на наш точнее на наш взгляд а вот вот постарались группировать это помощь социальной сфере людям собственно говоря помощь перочит людям да то есть не событию а человеку как это благополучать получать помощь людям с инвалидностью помощь собственно говоря старик пожилым да там старикам помощь детям животные от помощи когда человек как благополучателю то социального отец и она на самом деле самая востребованная самая популярная вот тоже популярна с точки зрения модная с точки зрения вовлеченности людей что мы например постоянно меряем внутри ассоциации волонтерских центров мы смотрим кто чем занимается собственно говоря раз в полгода мы спрашиваем у людей чтобы понять в какой крен идет развитие волонтерских движений и социальное волонтерство это самое вовлеченное добровольство каждая организация волонтерская даже если спортивно она занимается чуть-чуть социальными проблемами поэтому это приоритет который не нужно естественно и объявлять это само собой разумеюще всего что с этого все начиналось добровольческое движение событийные мероприятия понимаете для чего они нужны они нужны для того чтобы развивалась инфраструктура инфраструктура потому что вот прошли олимпийские игры и в РГСУ появился волонтерский центр который сейчас обеспечивает возможностью участвовать в волонтерстве тысячи и тысячи студентов и помогает совершенно разных вопросах но большой толчок социального олимпийских мероприятий олимпийских игр президент своего он всегда поддерживал волонтерское движение но так вот чтобы какие-то определенные формализованные решения на уровне государства были приняты это тоже под определенно событийного рода должны быть ситуации потому что это мы понимаем как страна то есть это массовая история это внимание да там это ну и так далее и так далее и вот спортивные какие-то события вещи они развивают инфраструктуру в целом вот открыты были 26 олимпийских этих волонтерских центров из них только 5 что ли по моему закрылись и остальные работают они тут мы их и есть их наследие на самом деле там ассоциация или там фестиваль сейчас всемирный вот я проехался в марте было 17 командировок я проехался по стране и мы открывали волонтерский центр фестиваля я в каждом регионе и не кровь просто так и в каждом регионе когда мы встречались где-то с губернатором где-то с вице губернатором где-то с ректором где-то с министрами там мы обсуждали наследие что будет после это регионы там приморский край или карелия они станут в центре ресурсными и будут вообще в целом развивать добровольство и социальное тоже поэтому событийное это не просто потому что это фан и весело это просто такая инфраструктурная мера понимаете инфраструктурная мера чтобы если говорить про социальное волонтерство то это приоритет обозначен вообще самим человеком это происходит всегда это никогда не закончится что это работает по помощи у детям или люди находясь в трудной жизненной ситуации занимается большинство подавляющее большинство организации но их нельзя это волонтерство навязать эти невозможно то есть если событийные мы можем там пару красивых картинок опубликовать народ придет социальное нет это на уровне вот это вот здесь ты понимаете то есть серьезная работа с точки зрения формирования внутренних внутреннего отношения к этой проблеме вот эти надо заниматься и мы стараемся максимально где есть силы это возможность принять участие поддержать что-то да какие-то либо инициативы мы стараемся это делать то есть если обращаются вот если есть реально время возможность то есть если там мы не разорваны на 20 частей в этот день то мы помогаем всегда поэтому если не знаю просто что вы хотели от меня услышать да то есть вы так сказали вас тоже как как речь была понять просто какие приоритеты потому что вот ну понятно у каждого у нас там есть свои идеи так далее просто хочу там озвучивать чтобы не было целом понять потому что я честно говоря государственной политики в сфере развития социального добровольства я не вижу хотя я косвенно связан со структурами есть понятно государственные приоритеты но вот системного вот такого выстраивания вот помощи людям на местах даже у меня например вот есть проект да там иконер вот почему я здесь оказался я не занимался никогда помощью людям с ограниченными возможностями здоровья просто так получилось что вот наши партнера попросили взять под шефом один центр вот ну и завертелось и так далее и марте у меня вообще стал вопрос а кто вообще в москве чем-то как-то занимается москва столица да где вбухиваются огромные средства и там еще что ты оказалось что все эти инвалиды по москве они все разрознены есть как они называются в москве эти центры в районах как они да центр cso да центр социальное обслуживание то есть там где значит госслужащики какую-то работу ведут там но мне озвучивали я даже у меня 10 пальцев не хватило чтобы услышать реально действующие эти cso которые собирают там по 10-15 этих инвалидов и все эти инвалиды на что жалуются почему мы здесь собираемся на то что вот да у них есть определенные барьеры там психологические общение так далее коммуникации но даже получается мы здоровые люди не можем создать им среду для того чтобы ну где-то собрать там начать чтобы они начали коммуницировать да там налить им дать площадку наличие или может каждый да но работать они идет то есть вопрос вот этого системного выстраивания я на каком примере просто расскажу чтобы было понимание я чем столкнулся вообще как бы организатор да мне ну мне интересно организовывать процессы и вот мы стали помогать например научно-практическому центру детской психоневрологии москве это на мичуринском проспекте но он один из ведущих читать но этот центр он самодостаточный но есть проблема оказалось что там порядка 400 детишек с родителями 10 отделений уровень дцп там разные уровни возраст так далее они в первую половину дня значит там проходят лечебные процедуры а во второй половину дня у них начинает прогрессировать том числе умственная отсталость потому что у них нет общения развития игр там и это все мы нашли вуз и порядка 150 добровольцев специалистов в сфере вот это будущие дефектологи психологи направили туда то есть получается что мы сделали я представитель некоммерческой организации нашел государство одну государственную структуру которая готовит специалистов которые должны работать в другой государственной структуре и мы как посредник из-за того что были разрушены определенные связи мы понимаем это налажим эту структуру в этом в том числе как раз наверное и есть предназначение там некоммерческих организаций вот именно вот но вопрос другой я сейчас то есть я увидел то есть мы отработали пилот в том году у нас пошел да то есть то есть начале центр государственный когда пошел поток добровольцев они говорят ой да нет не надо что там то есть они боятся потом когда мы чуть-чуть перестали на несколько месяцев они говорят а почему к нам не приходите да мы вас ждем то есть и мы запустили процесс ну так я понял механизм и вот в этом году мне бы хотелось например создать подобные добровольческие центры они есть добровольческие центры но подобную такую же систему где бы специалисты вот будущие дефектологи психологи они бы напрямую в эти центры приходили потому что в основном кафедры работают но это как бы единичный случай вот чтобы этот поток и чтобы во первых студенты получают профессиональные навыки компетенции в этих и сам центр получает помощь то есть сами инвалиды да то есть на самом деле это инфраструктура вся есть но вот как правильно сказали коммуникации не налажены то есть есть определенный государственный аппарат который сидит в одном учреждении и он почему-то не может сделать шаг навстречу другому государственному учреждению который готовит я не говорю про крупные вузы которые имеют ресурсы ну там политическую волю в виде ректоров там в том числе ргсу да но ргсу в этом плане он исключение потому что он себя и позиционировал изначально как вуз главный вуз социальной направленности стране но у нас вузов в стране сотни там если не тысячи не знаю сколько сейчас осталось да и другие то вузы и так то же самое по всем другим специальностям ну я не знаю это просто как комментарий был в чем вопрос то да может быть не знаю прокомментируйте интересно создавать все таки вся система есть она работает вот наладить коммуникацию да вот вот вопрос как ну получается вот мы нкао да там должны это сейчас сделать вот да можно и закончить кстати вот вы правильно сказать нет я на самом деле горю за сейчас а последние значит два года стране объявлена реформа реформа по первое определен такой либерализации общественных отношений допущению некоммерческих организаций общественных организаций к управлению страной управлению конкретными областями отраслями казани услуг но знаете на рынок выход на рынок казани социальных услуг начали с 10 процентов бюджета полтора триллиона рублей там по моему сумасшедшие деньги для некоммерческих организаций о многих регионах вот я как приезжаю их просто нет тех кто готов даже на эти деньги просто прийти это отдельный проблем то есть объявлена реформа политически это прыжок в небеса то есть это был колоссальная уровень принятия решения чтобы так вот взять и спустить крючок просто переориентации всей государственной аппараты машины чтобы государство допустила на свою поляну некоммерческий сектор и делилась с ними возможностями принятием решений допускал их до принятия решения там ресурсами так далее это 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 супер но должно пройти вот законы уже все работают с 1 января но есть очень много барьеров все равно оставшихся где-то вот скрытых барьеров нужно пройти несколько лет чтобы это все вот работала четко поэтому если говорить в целом то сторона и государственной аппарат разворачивается в сторону общественных организаций почему потому что общественные организации и вы тому пример гораздо быстрее иногда мобильные и поэтому не гораздо быстрее иногда эффективнее чем государственные какие-то аналоги и они гораздо могут качественнее и раньше обнаружить какие-то проблемы сообщить их найти решение подходящие да то есть они они лучше ориентированы на реальность понимаете да чем закостенел и иногда государственный аппарат таким образом надо признать надо разделить ответственность за страну нам общественным организациям с людьми которые будут государственных структурах и мы вместе должны плыть вместе поэтому говорить о том что дайте от приоритет объявлен да мы сами свои приоритеты себе объявляем вот я вам честно скажу вот я свое время создавал узбекали про волонтеры медики да я создал этот проект с 13 года он начинал с больницы бился просто у меня битва была разного рода структурами в том числе с профильным ведомством мы не понимаем мы не слышали при друг друга не слышали я просто шел 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 через там пробивал просто там что только не прошел вот честно было очень тяжело потому что самая закрытая консервативная сфера сфера здравоохранения никого не допускают какие волонтеры вы о чем их вообще нет в природе их нет с точки зрения права волонтеров их нет их не существует нету добровольцев как субъекта взаимоотношений нет никакой нормативной базы нет никаких механизмов взаимодействия нет ничего да у нас самое крупное сообщество это что в снг там одной из крупнейших профессиональных в мире сейчас на данный момент сфере здравоохранения красный крест врачи без границ и там еще парочки мы почему это получилось что я сам приоритет объявил искал меня для меня это приоритет я пошел и убедил не удалось убедить понимаете большое количество людей в том числе министра в том что это важно это нужно это полезно в первую очередь и этому министерству это что делают ребята я не медик сам но я знаю что это колоссальный труд это что делают ребята их там сейчас порядка 8000 это просто потрясающе сколько польза не приносит людям поэтому приоритеты мы сами объявляем для себя если говорить про общий допустим приоритет а про некоммерческий сектор я уже сказал а про второе стране вообще сейчас беспрецедентные условия созданы для развития волонтерского движения на каждую из каждого утюга просто говорится о развитии добровольчества не событий но вообще вот в подтверждение серьезно пряди президент поддержал две недели назад учредить день добровольцев 5 декабря поздравил добровольцев сам впервые никогда такого не было постоянно не говорит радио телевизор включаешь визит то есть идет максимальная сейчас работа над тем чтобы сама суть волонтерства органично так сказать соприкоснулась с чаяниями россиян и они все рванули туда условно кто-то в социально тут еще куда-то но в целом добровольцев приоритет волонтерство не событий на волонтерство в целом а социальная как основная базисная вообще вещь поэтому а вот этот план который например я говорил который мы разработали общественная палата и агентство стратегических инициатив разрабатывали внутри там а вот ассоциация и еще там ряд организаций 35 пунктов две третьих это социальные темы категория бился за тему инклюзивного волонтерства и не хотеть там вставлять сначала я в том числе на вашем примере например лёша транцева и вообще как бы на примере конкретных людей объяснял почему это нужно и скидывал даже фотки ну то есть чтобы просто это только так приходилось то есть серебряное волонтерство работа с пожилыми наставничество институт наставничество значит инклюзивные практики волонтерство в детских домах никак приехал провел концерт уехал больше не появился да сопровождение детей индивидуально это соответственно ну и так далее так далее там очень много вот таких вот конкретных отраслевых моментов и он весь план он пронизан социальными темами и мы кстати говоря поставили вот там есть так как это план мероприятий дорожная карта утвердит премьер-министр это будет обязательно исполнению субъектом там один из ключевых показателей эффективности перед регионами стоит это наличие наличие назвали программ серебряного запятая инклюзивного формата как так не называется очень инклюзивно встроено в ключевой показатель то есть и определенно стоят цифры это будет мотивировать просто субъекта но мы методически заработаем понятно и попросим кстати вас поэтому все поучаствовать лучшие практики вообще мы соберем отправим субъекты чтобы люди понимали да что это как с чем это едят там и так далее да то есть что надо делать и в какой-то степени мы надеемся что к двадцатому года хотя бы половине страны это будет работать поэтому первое приоритеты мы сами объявляем от ничего не ждать то есть если для этого что нужно на первом канале что кто-то сказал дачу изменится вот надо своей работы это вот то что вы делаете понимаете это гораздо важнее мне кажется чем вот где-то это будет зафиксировано на бумажке вот мент документ не слида на просто чтобы я понял правительство да и она на стадии утверждения да вчера мы внесли это в правительство до до 30 июня правительство должно утвердить сейчас будут рассмотрение внутри профильных федеральных органов власти они будут на ситуации корректировки если будут мы готовы к этому принципе предвосхищая все эти возможные риски мы собственно говоря организовали вот я лично занимался встречи с шестью министерствами юстиции труд соцзащиты образование там и так далее и мы это все заранее мы сказали ребята будет сейчас смерть давайте вместе подумаем принципе там не должно быть те кто будет против надеюсь что там сохранится все в том виде потом сейчас есть план будет утвержден рассчитан до двадцатого года друзья мои у нас сейчас будет приоритет спасибо огромное самый такой милый блок это уже чаепитие где можно друг друга как-то потрогать артема немножко помучать более приватно в хорошем смысле слова потому что школа доброй воли подразумевает некая все-таки дружественная составляющая чтобы как бы сплотиться и уже быть как-то более ближе и вот дистанцию убрать и вот пару прям коротких вопросов коротких ответов если у кого есть если нет я задам хотел бы поблагодарить артема да что он пришел нашел время это ну на самом деле очень важно во вторых я хотел бы сказать что какой у нас сегодня произошел бурный продуктивный диалог и я думаю что наверное артем тебе еще раз придется прийти я думаю что это будет также приятно как сегодня хорошо договорились тем более пройти в российский государственный социальный университет это же одно название чего стоит ну в содружестве с нами комментарий скажу артем чтобы он понял мы как раз вот школа доброй воли как раз и инициировали площадку где инвалиды и добровольцы все желающие друг другу коммуницируют и друг у друга учатся но мы ее запустили только вот на той неделе было намного больше людей мы с юшей без угла встречались красота уже да вот и ты второй вот участник мероприятия мы будем дальше развивать до это направление но я надеюсь что мы будем шириться пока мы формируем только костяк вот этого дела но я думаю что мы здесь тоже будем отрабатывать разную обратную связь собирать чтобы это потом все реализовывалось уже на практике в виде методических рекомендаций и так далее может быть она что-нибудь скажет наша сегодняшняя хозяйка которая предоставила нам площадку как раз ресурсный центр там длинно длинное название вот ночи хорошие вот кстати тоже действительно вот живешь и ничего не знаешь пришел оказывается министерство образования вот мне она рассказала три сейчас площадки бауманта ргсу и мгппу да ресурсный центр то есть задача чтобы люди инвалида получали высшее образование а восемнадцатому до году или почему будет их больше 20 в стране 21 то есть вот тоже государственная политика и приоритет но вот тоже как бы развивается но люди просто мало знают да и как раз вот возможность людям как раз поступать и социализироваться адаптироваться пару слов скажешь я хочу сказать слова благодарности всем кто пришел вот спасибо большое что находите время вместе мы меняем мир меняем людей помогаем друг другу и мне кажется самое главное начинать с маленьких частей из этих маленьких частей будет огромным одно большое большое хорошее дело которое мы все вместе делаем спасибо там еще сидит леонид насонов он руководитель как раз ргсушного волонтерского центра есть пару слов леонид просто чтобы было понимание если мы вдруг кого-то когда-то не упомянули это не значит что мы как-то не очень приятно послушать потому что встречу к сожалению пропустил нас действительно такой волонтерский центр все знают мы много работаем ребят у нас много работы данную секунду они работают меня сидят в кабинете обзванивают людей готовимся к шествию бессмертный пол у нас постоянно много много работы надеюсь что летом когда все ребята у меня освободи освободятся надеюсь что все равно будет школа доброй воли продолжаться чтобы как можно большее количество добровольцев могли с ним пообщаться свои идеи вложить в их молодые головы правильно здорово друзья как раз надо понимать что только вместе объединившись мы можем что-то ну сильное сделать но на уровне бессмертного полка и вот такая вот просьба леонид тебе к артему у нас есть люди с инвалидностью которые тоже мечтают там быть но иногда просто не такие активные как паша вот который сейчас сидит он бывает на смертном полку я и если бы вы их тоже взяли и прокатили то это было бы мега круто и у них вы там в хорошем смысле произошли изменения но интеграция бы развивалась еще быстрее такое пожелание хорошо а мы вам их об этом он уже сказал тебе об этом окей окей перед с контактами все нет но это на самом деле это же для эфира еще потому что именно в других городах тоже вот мне люди с инвалидностью пишут а как говорят но мы хотим пойти с кем не можем и мы как раз их на переправляем на тех ребят добровольцев но цомска вот у меня перебиска прям была по этому поводу вот и заключение такой прям короткий вопрос артем скажи пожалуйста но наверняка тебе уже сдавали три человека в твоей картине мира которые ты считаешь ну вот они классные но российские личности я полагаю что двоих я уже знаю это могут быть политики историки не знаю там может быть спортсмены кто угодно ну которые вот для тебя не то что приоритете ну которых ты уважаешь и чему-то учишься и вот скажи пожалуйста три человека наверно первых это президент нашей страны владимир путин а можно уважать ему очень многое за что вот поэтому во вторых во вторых я думаю что это мне импонирует александр причалов я угадал мне импонирует да но он он просто такой тоже очень конкретный искренне это редко и я думаю что я думаю это вы кто а вот всякие здесь находятся это для вас это вы ну тогда совместное фото надо как-то для истории запечатлеть спасибо вас друзья мои что вы были в эфире смотрели видогар пару слов на самом деле действительно огромное благодарность артем за то что ты пришел сегодня вот я обожаю свою жизнь я горжусь тем что имею возможность быть рядом с такими людьми для меня это реально ценно то что сейчас все больше и больше на вот молодых людей ощущают себя просто ответственными но и возможными но способными что-то изменить для страны потому что это уже такая не пустая фраза для тех кого я упомянул во время своего вопроса огромная благодарность за то что ты продолжаешь традиции своего рода своей семьи действительно очень важно и тем более важно что ты являешься минут таким вот мужчиной который идет по жизни является собой пример для пацанов которые выбирают на кого им быть похожими скажи пожалуйста у тебя есть ли отношения девушка жена есть девушка жены ну я считаю что у тебя все есть люди до которые просто от них идет именно ощущение вот друзья я каждый раз когда общаюсь с кем-то предлагаю либо настаиваю ощущать что каждый кто принимает участие в каком-то событий в каком-то мероприятии является ключевой фигурой согласно и то что как раз вот артем сегодня сказал это действительно важно когда мы каждый будет ощущать себя частью целого да вот системный подход тогда все будет гораздо быстрее ну что я наверно достаточно сказал уже мастер фотографии паш иди сюда виктория вставай рядышком так улыбаемся о alla вставай смoute ура ура обо обо Продолжение следует...